В эфире программа День города, в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Вопрос, зачем? На Лыбецком бульваре украли часть фонтана Лоси. Малый и средний бизнес в современных условиях. В Рязани прошел бизнес-форум. Молочные реки, но не кисельные берега. В Захаровском районе молочный комбинат сбрасывает стоки, минуя очистные сооружения. В Рязани сегодня прошло одно из главных бизнес-событий года. Форум «Малый и средний бизнес в современных условиях». Как показывает практика, именно предприниматели влияют на появление новых законопроектов. На форуме с рязанскими предпринимателями встретились представители федеральной, региональной и местной власти, руководители общественных организаций, оказывающих поддержку бизнесу. Подобные собрания проходят регулярно. Их цель – прямой диалог для решения актуальных вопросов, в том числе через федеральный центр. Мы всю нашу работу для удобства и принимания сформулировали в виде четырех простых наглядных тезисов. Первое – это не мешать. Второе – это помогать. Третье – вовлекать. И четвертое – создавать возможности. Приоритетную поддержку получат проекты из сферы цифровой экономики, наряду с ориентированными на экспорт и созданными для моногородов. Из-за низкого интереса предпринимателей планируют реорганизовать рязанский бизнес-инкубатор. На его базе планируют разместить центр IT и инновационных технологий. Очередные нарушения в работе предприятия выявила природоохранная прокуратура. На этот раз прокуроры посетили Тырновский молочный комбинат. Выездная плановая прокурорская проверка на этот раз прошла в сфере водоохранных зон. В частности, прокуроры обследовали прибрежную часть ОКИ и режим ее использования. Одно из нарушений – незаконное перемещение полудородного слоя почвы для оборудования подъезда к реке. Но особое внимание к деятельности Тырновского молочного комбината. Эту картину можно было бы смело назвать – молочные реки, но не кисельные, а зловонные берега. Вода мутная, ощущается органолептический, очень неприятный запах отходов. Был обследован ручей без названия, из которого и в АКУ попадали эти загрязняющие вещества. На расстоянии 2,5 километра выше по течению реки мы обнаружили, что источником загрязнения является Тырновский молочный комбинат, при обследовании очистных сооружений которого было обнаружено, что очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. При этом очистные сооружения на этом производстве есть, и они функционируют, но, по словам прокурора, в замкнутом режиме. То есть отходы через них не проходят, а поступают сразу за пределы комбината. Это вода, которая стихает с цехов, и она напрямую поступает сейчас за территорию завода, минуя очистные сооружения. Сгорел насос. Такой ответ на вопрос, почему очистные сооружения не работают. Но, несмотря на отговорки сотрудников молокозавода, на этих кадрах видно, что отходы комбинат сбрасывает таким образом уже давно. Имеются множественные следы излива, свидетельствующие о том, что загрязнение происходит уже длительный период времени. Ручей загрязнялся и в реке Ока. По результатам проб также будет оценена существенность вреда, причиненного различным компонентам природной среды. Это и вода, это и донные отложения, как вода в ручье, так и в Оке. И после этого, соответственно, будут приняты также соответствующие меры прокурорского регулирования в зависимости от тяжести, нанесенного вреда, причиненного окружающей природной среде. Еще полвека назад Рязань можно было называть вторым Римом. Фонтаны радовали глаз не только на площадях, но и во дворах жилых домов. Сегодня же Рязань назвать городом фонтанов нельзя. Тем более, даже когда те, что на реконструкции подвергаются вандализму, этой ночью на Лыбецком бульваре украли часть знаменитого фонтана Лоси. О том, что в ночь на 22 августа на фонтане Лоси на Лыбецком бульваре была похищена часть скульптуры, сообщение появилось в соцсетях. Но, по словам рабочих, украли не часть самой скульптуры, а одну из конструкций для подачи воды в фонтане. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Будут приняты все необходимые меры. В настоящее время ведется реставрация скульптуры Лоси, ремонт чаши фонтана и замена инженерных коммуникаций. На эти цели, кстати, выделено 6,5 миллионов рублей. После ремонта в фонтане будут работать 23 форсунки, подающие под разным напором струи воды высотой от 3 до 5 метров. Каждая струя будет оснащена подсветкой. Также будет реконструирована пешеходная зона Лыбецкого бульвара на участке от улицы Ленина до цирка. Напомним, фонтан, появившийся в Рязани в 50-х годах 20 века, последнее время работал с перебоями. В Рязанской области собака порода Сен-Бернар напала на ребенка. ЧП произошло в Касимове. Девочку от собаки спас местный полицейский. На улице Ленин шестилетнюю девочку покусал Сен-Бернар. 18 августа около 8.20 утра полицейский, подвозившись жену на работу, увидел, что огромная собака набросилась на проходящую мимо девочку. Мужчина незамедлительно выбежал из машины и отбил ребенка у животного. Все это увидев, я, конечно, выскочил из машины и нанес собаке пару ударов. Не было нечем, поэтому ногой пришлось. Анна, собака, на это отреагировала. Отреагировала, то есть от девочки она отстала. В это время супруга вместе с женщиной ребенка утащили, посадили машину рядышком. В интервью полицейский сказал, что в обычный день обошел бы такую собаку по соседней улице. Но размышлять было некогда. Жизнь ребенка была важнее. Из соседнего магазина выбежали люди. Вызвали полицию, скорую помощь. Приехала служба ГНР, группа немедленного реагирования. И взяла ситуацию в свои руки. Животное усыпили. Александр заслуживает самой высокой награды. То есть действительно проявил смелость. Грамотно действовал в данной ситуации. Не взирая на опасность, он предпринял попытку. Не предпринял, а он сделал действие, которое обезвредил. Своими действиями обезвредил собаку. В случившееся в минувшую пятницу обошлось без серьезных травм для людей. Девочка цела. Все могло быть гораздо хуже. Заводя таких крупных питомцев, не забывайте о должном воспитании. Собака – друг человека. Не должна нести опасности для общества. Сотрудники Рязанской полиции отправили в печь почти 90 килограммов наркотиков. Ранее данные наркотики являлись вещественными доказательствами в уголовных делах, в которых поставлена последняя точка. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области осуществили очередное уничтожение партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ массой более 87 килограммов. Подготовка партии к уничтожению проходила в соответствии с законодательством при участии комиссии из представителей УМВД, Министерства здравоохранения Рязанской области и Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Наркотики под охраной офицеров спецназа были вывезены на одно из крупных предприятий города Рязани и уничтожены путем сжигания в плавильной печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. В состав партии вошли наркотики более 15 наименований. Так, героин массой почти 5 килограммов был изъят сотрудниками полиции у участников этнической преступной группы. Свыше 15 килограммов синтетических наркотиков принадлежали оптовым курьерам и так называемым закладчикам нелегальных интернет-магазинов. Амфитамин массой 1 килограмм 150 граммов был изготовлен иногородними наркопреступниками в подпольной лаборатории, которую выявили рязанские полицейские. В настоящее время фигуранты всех уголовных дел осуждены, приговоры вступили в законную силу, а наркотики больше никому не причинят вреда. Крупнейшее в истории танковое сражение сегодня вспоминает вся страна. Ровно 72 года назад, 23 августа, там завершилась знаменитая Курская битва. По традиции, к Вечному огню на Площади Победы возложили цветы и почтили память павших, а участники и свидетели тех событий встретились на фронтовой поляне. Уже который год в городском совете ветеранов доброй традицией стали фронтовые поляны. Приурочены они к самым важным датам периода Великой Отечественной войны. Сталинградская битва, сражение под Москвой и, конечно же, 9 мая. Сегодня, 23 августа, именно в этот день состоялась Курская битва. Все вот эти знаменательные исторические и памятные даты, они отмечаются в Совете ветеранов с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны, тех людей, кто принимал участие непосредственно в этих битвах. На фронтовую поляну ветеранов Великой Отечественной войны пригласили после возложения цветов на Площади Победы. В Рязани живых участников Курской битвы осталось всего 34 человека. На мероприятии смогло присутствовать только 8. Были очень рады тому, что, во-первых, молодежь их не забывает и вспоминает не только праздничные дни, а и поддерживает связь повседневной жизни и деятельности. В этот раз фронтовая поляна отличалась от подобных мероприятий. Председатель городского совета ветеранов Валерий Конопадский попросил ветеранов рассказывать не сухие исторические факты о фронтах и наступлениях. Они поведали о том, каким трудом им досталась та или иная награда. Истории, за которыми стоят настоящие человеческие судьбы, заставляли ветеранов и переживать за товарищей, и от души посмеяться. Это те люди, которые в самом деле сегодня работают с молодежью. И как живая история, их само присутствие в молодежной среде, это уже урок мужества и урок воспитания. Надолго погрузиться в приятную ностальгию не получилось. За столом посидели всего два часа. А в конце Валерий Конопадский, полковник запаса, дал строгое наставление всем присутствующим ветеранам прийти на следующий год. Встречаемся здесь, на этом столом. Мы воспринимаем вас как приказ. А приказ, чтобы быть выполнен. Приказы, пожалуйста, будьте здоровы. До начала нового учебного года чуть больше недели. Родители закупают тетради, учебники и новые портфели. А также школьную форму. С этого года во всех школах страны она единая. Продолжит Валерий Седов. Сейчас эти школьные коридоры пусты. Но пройдет буквально полтора недели, как их заполнят 545 учеников. А по этому самому коридору, к своим кабинетам, пройдет 61 первоклассник. И здесь все готово к их первому уроку. Даже учебники на своих местах. Прозвенит звонок, и сотни детей сядут за парты. Новые ручки, тетрадки, учебники. И с этого года одинаковая школьная форма. 1 сентября 2016 года в силу вступил новый закон, регулирующий этот вопрос. Он гласит, что любая образовательная организация имеет право вводить свои требования по отношению к внешнему виду учащихся. Правда, во многих школах нашего города уже давно появились требования к обязательной школьной форме. С 2015 года в нашей школе действует положение о единых требованиях к одежде и внешнем виде обучающихся. В данном положении мы определили основные функции школьной формы. Это поддержание порядка дисциплины в школе. И, конечно же, снять все различия в одежде детей вне зависимости от материального и социального статуса их родителей. В 46-й школе единый стандарт определен как деловой строгий костюм черного или темного синего цвета. Решение о введении единой формы не было принято молниеносно. Этот вопрос долго обсуждался и согласовывался. Эта работа велась совместно с родителями, с учениками, с педагогами. Обсуждался и на педагогическом совете, и на школьных ученических собраниях, и, конечно же, на родительских собраниях. И заключительное обсуждение состоялось на заседании совета школы. 46-я школа не единственная, в которой принят стандарт школьной формы. Учебные заведения преследуют одну цель – исключение неравенства между учащимися школой. Кроме того, строгая форма значительно укрепит имидж образовательного учреждения. Ученикам переживать не стоит. Закон о введении единой формы не означает, что все школьники России будут ходить абсолютно в одинаковой одежде. Каждое образовательное учреждение будет самостоятельно выбирать вид, фасон и цвет формы для своих учеников. Школы и другие учебные заведения могут установить три вида школьной формы. Это будет парадная, повседневная и спортивная. Но такой комплект обойдется недешево. Родителям придется потратиться на каждый из них. А если в школе учатся сразу несколько детей, то кошелек опустеет еще быстрее. Возникает один вопрос. Все ли родители поддержат введение нового закона? Оказаться в трудной ситуации может каждый. Год назад Ольга Жучкова, мама двоих детей и воспитатель с 20-летним опытом работы, узнала о своем диагнозе – меланома. Было сделано несколько операций. А сейчас женщине нужно около трех миллионов рублей на лекарства, чтобы продолжать жить дальше. Встретив Ольгу на улице, никогда не подумаешь, что с ней случилась трагедия. Улыбчивая жизнерадостная девушка, сияющая ослепительной улыбкой, больна меланомой. О болезни она узнала год назад, во время профилактического осмотра. После обследования у нескольких врачей Ольгу Жучкову отправили в онкологию. Оказалось, что обычная родинка на теле переродилась в злокачественную опухоль. От всех она как отличается? Она начинает сочиться, зудить. В общем-то, основные вот эти вот признаки, что она уже, как говорится, необычная родинка. И вот на такие родинки, в принципе, надо обращать внимание. Ну, а мы же, ну, вроде, позудила, почесала, хорошо. Вот, а потом там еще почесала. Ну, и когда врачи сделали широкое сечение, когда уже пришел результат, конечно, он шокировал всех. У Ольги двое детей. Взрослый сын Иван и очаровательная дочка Катя. Из-за того, что мама постоянно в больнице, детям приходится жить у бабушки. Отказаться пришлось и от работы. Более 20 лет Ольга Жучкова работала в детском саду номер 93. Теперь о детском смехе приходится забыть. В Рязани помочь ей не смогли. Поэтому на лечение девушка ездит в Обнинск, в онкологический центр имени ЦИБА, к одному из лучших специалистов России Дмитрию Кудрявцеву. Одна половинка мозга понимает, что, ну подожди, все болеют, да, все лечатся. А другая половинка мозга понимает, что меланома – это страшная вещь. Что это такая разновидность рака. Что ты умираешь. В каком смысле слова. Сначала операция в Рязани, несколько операций в Обнинске – тяжелейший восстановительный период. Лечение Ольги проходит по авторской методике Дмитрия Кудрявцева. У нас началась лучевая терапия, он взял у меня биопсию строжевых лимфоузлов. Пришел результат в одном из строжевых лимфоузлов, уже метастаз. Началась химиотерапия, химиотерапию прошли полностью. Значит, я их медицинские термины не умею выговаривать, но ударили метастаз вместе со всей лимфосистемой. Получилось осложнение послеоперационное, тяжелое. Новый год Ольга встретила в кругу семьи, но радость продлилась недолго. На очередном обследовании врачи вновь нашли метастаз в ее органах. А значит, рак продолжает поражать тело девушки. Мелограмма страшна чем? Не тем, что это маленькая копелюшечная родинка, которую удалили, и все, и бог-то с ней забудь про нее. Она метастазирует человеческие органы. И метастазирует с очень молниеносным прогрессом. То есть поражается печень, легкий мозг, кости. Сейчас болезнь Ольги опережает лечение. Состояние не удается взять под контроль, стабилизировать. На помощь должен прийти новейший препарат Китруда. Необходимо провести 12 курсов. Перерыв между ними составляет 21 день. Два из них Ольга уже прошла. Чтобы закончить лечение, ей нужна сумма в 2 миллиона 940 тысяч. Ну, конечно, принимать для каждой семьи отказаться от какой-то суммы тяжело. Сейчас соберусь. Собрать нужную сумму самостоятельно ее семье сложно. Поэтому на помощь пришел благотворительный фонд для взрослых онкобольных «Я остаюсь». Сейчас объявлен сбор средств. Принять в нем участие и помочь Ольге может каждый. Даже 100 или 10 рублей окажутся серьезной помощью. Просто отправив смс на короткий номер 4647 со словом «Остаюсь». Вы набираете «Остаюсь», неважно, за главными буквами, маленькими буквами. Дальше через пробел сумма, которой вы готовы помочь. Эта смс потребует подтверждения определенной процедуры. Вы подтверждаете свой благотворительный взнос. Еще раз могу повторить. 4647 со словом «Остаюсь» и через пробел сумму, которой вы хотите помочь. Сбор для Ольги Жучковой. Если вы хотите пообщаться с Ольгой лично, то можете позвонить в фонд «Я остаюсь», где вам организуют встречу. И помните, что благотворительные фонды работают максимально открыто. Их проверяют сразу три государственные организации. Это Министерство юстиции, налоговые службы, Союз благотворительных организаций. Поэтому вы можете быть уверены, что ваша помощь точно пойдет на благое дело. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Город62.тв Мы прощаемся с вами до завтра и желаю вам хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok